так всем доброго времени суток сегодня значит выдаем после вчерашних работ завершенных два замечательных автомобиля hyundai grand star x и неисправность на обоих автомобилях была в принципе одинаковая это стружка в топливной системе так сказать отработались тнвд вот сделали тест на обратку форсунок на данном автомобиле у нас двигатель евро 5 пробег по одометру 67 602 километра по факту 200 с копеечками пробили по компьютеру посмотрели по состоянию салона в принципе все очень-очень даже хорошо далее у нас соответственно топливная система евро 5 как видите форсунки delphi топливный насос тоже delphi перебрали 3 форсунки заменили распылители заменили топливный насос также сняли бак помыли и в принципе все пошло поехало помыли топливную рампу поэтому автомобили значит как-то так второй автомобиль у нас grand star x 2007 год двигатель уже помененный двигатель стоит от портер 2 евро 3 проблема тоже стружка в топливной системе низкое магистральное давление здесь форсунки у нас другие здесь bosch заменили 4 форсунки заменили тнвд помыли бак помыли топливные магистрали все поехало все в принципе хорошо здесь у нас по салону тоже все довольно таки в хорошем состоянии рабочая обстановка так сейчас посмотрим пробег по одометру так здесь уже у нас пробег по одометру 400 1860 километров и скорее всего пробег уже на кузове двигатель уже другой установлен все работает все функционирует небольшой шум присутствует от компрессора кондиционера следующий раз соответственно клиент к нам уже посетит наш тех-центр именно с этой неисправностью будем устранять менять компрессор кондиционера немцы и японцы это конечно хорошо но полстраны ездят на корейских автомобилях и многие задаются вопросом а где же я буду обслуживать своего корейца после того как истечет гарантийный срок я хочу вам порекомендовать наших друзей компанию m-zap компания m-zap занимается обслуживанием и ремонтом корейских автомобилей также у них есть большой выбор запчастей делают диагностику на корейцев крупный и мелкий ремонт даже если у вас есть металлическая защита ее бесплатно снимут поменяют вам масло в том числе и ваши и обратно все поставят и вы счастливы поедете дальше так что если у тебя корейский автомобиль быстрее переходи по ссылкам в описании так и далее по сегодняшней текущей работе автомобильки спортаж третье поколение дори стайлинг 2010 год под капотом g4 kd всем известный печально известный вот клиенты пока ничего не беспокоит все в порядке жора масла нет посторонних звуков с подкапотного пространства тоже нету посетил нас впервые делаем соответственно то диагностику ходовой возможно последующий ремонт сейчас осмотрим сколько у нас пробег на одометре по сидению по состоянию сауну пробег до 100 тысяч километров так так действительно пробег 46 тысяч 722 километра руль не затертый посторонних звуков только звук выхлопной системы возможно прогоревшая гофра либо какая-то прокладка приемной трубы в целом как-то так так по этому автомобилю обычно при даже небольших пробегах страдает саленблоки задней ходовой части закисают либо мелкие надрывы на саленблоков задних амортизаторов и в принципе все из-за этого не выходит сход развал работает двигатель более менее тихо ничего не простукивает все сухо чисто под капотом так значит дальше возвращаемся жизни нашего сервиса автомобиль grand santa fe приехал на диагностику ходовой соответственно демонтировали рычаги передней подвески перепрессовываем саленблоки также будем менять задний саленблок редуктора обрыв и меняем пламягосящие шайбы топливных форсунок далее у нас автомобиль grand star x перри прокладываем шланги охлаждения заднего контура старые трубки вот в таком состоянии пошла течь трещины также соответственно на нем мерили давление масла снимали поддон осмотрели обнаружили небольшое количество стружки вот клиенту все объяснили рассказали автомобиль на продажу поэтому меняем пламягосящие шайбы и в принципе автомобиль отправляется далее здесь у нас двигатель g4 на двигатель бы лучше устанавливаем на автомобиль это совсем отдельная история здесь как раз механик перепрессовывать саленблоки на автомобиле grand santa fe и передние и задние саленблоки были порваны пробег на автомобиле около 200 тысяч километров так и этот автомобиль это звезда сегодняшнего дня киоспортаж третьего поколения рестайлинг двигатель на автомобиле g4 на про который у нас ранее говорили вот клиент поехал в другой сервис соответственно там ему разобрали двигатель якобы отремонтировали но не успели собрать прождал клиент три с половиной месяца сам проживает в городе мажайск также ремонтировали в сервисе двигатель к нам поступил от в таком виде все было набросано в багажнике якобы двигатель собран по факту мы с вами видим что отсутствует даже коленвал коленвал был отдельно лежал ему сказали что двигатель уже собран осталось только поставить как бы не было смешно подняли клапанную крышку увидели следующую картину лежали распредвалы бугеля распредвалов отсутствовали также дальше смотрим у нас отсутствуют болты головки блока цилиндров я вижу только три состояние двигателя видно что он даже не скрывался ничего с ним не было присутствуют значительные задиры на постели распредвалов так далее если осматривать сами распредвалы тоже распредвалы все задранные как выяснилось в разговоре с клиентом что было масляное голодание на автомобиле горела лампа давления масла клиент двигался далее около 80 километров всем всему причиной соответственно это у нас масляный насос находящийся боковой крышки двигателя проторного типа его задирает он выходит из строя падает давление в системе вот иногда конечно бывает неисправность датчика давления но целом обычно именно сам насос приходит негодность если чтобы проверить что неисправный либо насос либо датчик выкручивается соответственно датчик давления из блока закручивается механический манометр меряется давление уже туда принимается решение что с насосом либо неисправен сам электронный датчик двигатель демонтировали следующим образом можем с вами посмотреть вот это шланги системы охлаждения они просто отрезаны далее этот шланг еще по-человечески более-менее снят этот шланг просто отрезан был ножом это все что прилагалось к двигателю здесь далеко далеко не все здесь болты половина болтов не от данного автомобиля поэтому было принято решение коленвал у нас тоже задраны было принято решение ставить либо новый либо бэушный двигатель контрактный клиент принял решение ставить контрактный двигатель поэтому соответственно вот перед нами g4na в сборе столбик с масляным насосом с пробегом до 40 тысяч километров соответственно собираем из того что есть болты заказываем ставим новые новые патрубки ставим также хочу заметить коробка коробка у нас состыкован уже с двигателем когда автомобиль поступил к нам в тех-центр коробка соответственно висела на своей подушке двигатель вытаскивался через вверх не по технологии ремонта некоторые сервисы такое практикуют но это не совсем удобно также соответственно заменен корпус дифференциала это одна из основополагающих болезнь полноприводных корейцев слезала шлицы корпус дифференциала заменен вот по двигателю по навесному оборудованию двигателей коробки видно что ничего не мылась все валялось где-то каком-то пыльным грязном гараже сейчас ставим все новое корпус термостата новые шланги охлаждения все проложены которые были отрезаны вандальным образом все трубочки охлаждения все соответственно у нас ставится новое сегодня планируем выдачу автомобиль клиенту так знали далее разобрали этот злосчастный двигатель злополучный скинули поддон скинули масляный насос головку постель распредвалов достали поршня якобы поршня должны быть новые по факту здесь ничем новым и не пахнет что шатуны что поршня все в плачевном состоянии хотя сверху поршня выглядит более-менее симпатично такое ощущение что заливали какой-то раствор вроде димексида пытались чтобы отлегли кольца потому что поршня протираешь вот они все блестят смотришь их с обратной стороны тут все ужасно плачевном состоянии дальше если осматривать клиент клиенту заявили на предыдущем сервисе что соответственно растачивали цилиндры никакой раз . здесь не пахнет все задирах на лицо явное масляное голодание вот у нас задиры везде масляный насос старый как стоял так стоит ничего не откручивалась видно по двигателю что проехал долгое время без масла головку тоже не обслуживали клапана не притирались все как было в нагаре так и остается головка блока держалась у нас на пяти болтах болты даже не были затянуты как я ранее говорил и коленвал был отдельно лежал в автомобиле что касается коленвала у нас видно поближе покажу задранный весь в принципе задранный все очень-очень печально как-то так поэтому данный двигатель отправляется на металлолом так как собирать его по запчастям далее выйдет намного дороже загильзовать его единственный вариант гильзовка блока новые вкладыши новый коленвал новая постель распредвалов маслосъемные колпачки соответственно гидрики тоже по факту так как было масляное голодание головы возможно понадобится самим гидрокомпенсаторов так и здесь все тоже очень печальным состояние целом как-то так так вернемся значит к разговору про наш злополучный kia sportage еще забыли один нюанс рассказать по москве в данный момент предлагается соответственно двигатель есть новый светится у одной организации новый в сборе столбик приехали его смотреть двигатель оказался неномерным то бишь вот здесь у нас мы видим на блоке модель и номер силового агрегата индивидуальный поэтому новый двигатель найти не удалось сборе подыскивали клиенту соответственно бушный двигатель подыскивали как для себя ездили с эндоскопом со специальным оборудованием подбирали двигатель выбрали наверное вариант 4 по моему если не ошибаюсь был и вот в данный момент процесс сборки в самом разгаре на сегодня планируется первый запуск двигателя и наверное завтра выдачи автомобиль клиенту еще хочу сказать не забудьте если вдруг приобретаете какие-то новые двигатели либо ушный двигатель обращаем внимание на номер силового агрегата должен присутствовать модель и номер двигателя иначе будут потом проблемы с регистрацией в гибдд вот и настал день выдачи автомобиля киа спорт эйдж тот самый автомобиль соответственно у которого якобы двигатель был собран как сказали ему автосервисе забросали все багажник коленвал был рядом собрали все установили работает как часики клиент сейчас подъезжает за автомобилем всему доволен управились кратчайшие сроки несмотря на большие объемы работы напомню еще раз что во время установки двигателя возникало огромное количество сложностей первое из сложности это у нас заключалась в подборе недостающих болтов шлангов охлаждения обычного охлаждения охлаждения а кпп все было отрезано все было в ужаснейшем состоянии но мы наши дружные команды справились данной задачей потратили целый день на поиск контрактного двигателя осматривали выезжали со спецоборудованием подобрали установили подключили все разобрались с электрикой так как было много сгоревших предохранителей автомобиль не хотел запускаться сейчас все перед вашими глазами автомобиль работает сейчас продемонстрируем как работает у нас двигатель двигатель шепчет все тихо старые запчасти клиент сложили в багажник еще раз напомню будьте аккуратны по поводу подбора бушных двигателей это у нас в первую очередь осматриваем модель и номер силового агрегата если покупаете новый либо уж на двигатель должен присутствовать идентификационный номер индивидуальный двигателя и модель указана иначе будут потом проблемы с регистрационными действиями гибдд потом также необходимо специальное оборудование что касается двухлитровых двигателей от ки и хендая осмотр камеры сгорания и состояние масляного насоса данные параметры могут определить только специалисты двигатель работает тихо все качественно установлено новый приводной ремень с роликами новые свечи зажигания видите вдалеке синий патрубок патрубки отсутствовали в принципе один нашли в оригинале один нашли аналог подобрали по двигателю слышно что работает четко никаких простукивание работает мягко старые запчасти клиенту сложили в багажник вы видите состояние поршней они якобы были новые по заявлению клиента масляный поддон двигателя с даже со стружкой его даже не пытались мыть блок якобы который в сборе с нижней плитой и с технологическим отверстием под коленвал который был рядом опять же напомню по заявлению клиента осталось только установить двигатель как ему сказали но они не успевают здесь у нас отрезанные шланги как я уже ранее показывал ну и в принципе все в этом духе раз ждем клиента выдать выдаем автомобиль и отпускаем вот значит настал долгожданный день выдачи злополучного киа спортейш вот у нас хозяин автомобиля ян вот выдаем сейчас пару слов расскажет о нас а компания ситуации в общем принципе так два месяца назад я ее привез так сказать так сказать мастеру вот через три недели автомобили вроде как был готов и потом я каждую неделю ездил его забирать в течение пяти недель вот собственно забрал я ее с двигателем в разборе срезанными всякими шлангами в багажнике вообще не похожий на автомобиль внутренне отвез вот пацанам пацаны за четыре дня мне ее сделали тарахтит пока не ездил но говорят вообще супер вот буду пробовать вообще так в принципе пока внешне доволен все спасибо большое напоминаю компания мзап ждем вас